Свалка люминесцентных ламп обнаружена возле населенных пунктов в Новгородском районе. Опасные отходы просто вывалены в нескольких метрах от дороги и лежат там, по словам местных жителей, уже больше двух лет. Наталья Хмелева разбиралась, кто в ответе за безобразие. Как говорится, снежком проблему не припорошишь, даже если это внезапный февральский снегопад. Найти в снегу белые лампы для местных жителей не проблема. Где растут стеклянные подснежники, они знают точно. Видят их на этом месте уже больше двух лет. Рассказывают, обратить внимание властей на проблему пытались. Два года назад приезжал господин Шрахов, вместе с ним были сокосители господа. И было сказано, вот там вот лежат коробки с лампами. Да-да, мы уберем. Их интересовало только подписи, чтобы все ознакомлены, что на вывоз мусора. Все. А вовоз и на ней там. А вот так выглядит это место в бесснежную погоду. Связки люминесцентных ламп сброшены под откос дороги между деревнями Новое Кунино и Кирилловское Сельцо сразу в двух местах. Частично на суше, частично в воде. Но местных жителей беспокоит не столько испорченный пейзаж, сколько экологическая безопасность. И на это есть веские основания. Эти придорожные кусты по сути настоящее минное поле. Ведь каждая такая лампа содержит в себе ртуть и может отравить не только почву и воду, но и воздух. Кстати, некоторые из них уже разбиты. А потому пошла-ка я отсюда на всякий случай. Впрочем, есть вероятность, что ситуация хоть как-то изменится. Ведь сегодня на место свалки прибыли не только наша съемочная группа и прокуратура, но и администрация района. Правда, сходу диалог не задался. Вы администрация, официальный орган? Нет, я служащий администрации. Что значит вас снимать нельзя? Потому что нас нельзя снимать. Пара минут дипломатии и вскрываются интересные подробности. Оказывается, о проблеме власти знают и уже пытались ее решить. Направляли предписание в адрес Автодора. По мнению администрации района, именно он отвечает за этот земельный участок. Убрать придорожную территорию. И вот ответ Автодора. То есть они ссылаются на то, что это не смется с дороги. И значит они убирать это не будут. Но вектор работы правильный, отмечает и прокуратура. Поскольку задача номер один – установить собственника этого земельного участка. Ведь убирать лампы должен либо тот, кто их привез, либо тот, кто отвечает за землю. Понимания уже, кто это оставил и нет. В первую очередь, конечно, к ним претензии. Те, кто неправильно накапливает их и выбрасывает. Ну и второе, естественно, это обязанность непосредственно собственнику земельного участка. Я думаю, что это мы установим. Но есть и другая проблема – порядок уборки ламп. Просто собрать их в мусорное ведро нельзя. Все-таки первый класс опасности. Заниматься сбором, а тем более утилизацией, должны специалисты, имеющие на это и лицензию, и оборудование. Региональный оператор в их число не входит. У них есть полномочия только на вывоз целых ламп. Да и то в установленном порядке. Мы, как исполнитель, можем поучаствовать в конкурсе, если он будет объявлен, да, по уборке данной несанкционированной свалки. Но самое добровольное ехать и выбирать мы, естественно, не будем. Это не наша работа. А пока компании власти разбираются, чья же это работа, лампы лежат, разбиваются и грозят экологической катастрофой. Хочется верить, что ситуация разрешится и больше не придется ходить по лесу с веником. Из Новгородского района Наталья Хмелева, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.